приветствую всех почему мы всегда видим полярную звезду на одном и том же месте на небе изначально я не планировал создавать это видео но когда очередной альтернативщик наверное уже в сотый раз задал шаблонный вопрос про полярную звезду я решил что пора уже наконец закрыть эту тему дав простое понятное и самое главное наглядное объяснение по моему опыту большинство попыток объяснить на словах ничем не заканчивается потому что оппонентам зачастую не хватает элементарных знаний геометрии и пространственного мышления а мои советы воспользоваться готовыми моделями например в программе селестия как правило игнорируются поэтому я потратил немного времени чтобы создать свою 3d модель с помощью которой я и попытаюсь все показать и объяснить для начала расскажу в чем собственно проблема многие люди не понимают почему мы видим полярную звезду всегда на одном и том же месте изучив поверхностного устройства солнечной системы нашей галактики и космоса в целом согласно официальным данным многие почему-то начинают считать что все это невозможно и вообще противоречит логике здравому смыслу и так далее они считают что если земля вращается вокруг оси и при этом одновременно летит по орбите вокруг солнца который в свою очередь вместе с планетами также куда-то летит и якобы должны видеть какой-то хаоса неразбериху в ночном небе что же давайте разберем по порядку и ответим наконец на вопрос почему же мы видим полярную звезду на одном месте для этого перейдем к моей модели в ней присутствует солнце земля которая вращается вокруг оси и при этом движется вокруг солнца по орбите а также окружающие звезды в виде небесной сферы для наглядности некоторые масштабы не соблюдаются например размер земли солнца и расстояние до полярной если же вам нужна модель с точным соблюдением масштабов опять же рекомендую воспользоваться селестией также добавлено визуальное отображение оси вращения и орбиты земли ось вращения земли наклонена примерно на 23 градуса относительно орбиты и направлено на полярную звезду для лучшего понимания я использовал две камеры одна в качестве наблюдателя со стороны 2 для того чтобы показать что будет видеть наблюдатель находящийся на поверхности земли и так запускаем движение земли и смотрим что видит наблюдатель на ее поверхности для тех кто не силен в астрономии поясню хотя это и так видно в демонстрации ось вращения как была направлена в сторону полярной звезды так и остается поэтому не в течение суток не в течение года полярная со своего места никуда не денется и небесная сфера будет вращаться вокруг нее кто-то скажет что в таком случае на противоположных сторонах орбиты ось вращения земли должна смотреть немного в разные точки земля летит по орбите со скоростью 30 километров в секунду и сместиться за полгода на 300 миллионов километров отвечая на этот вопрос до полярной звезды по последним данным более 400 световых лет это более чем в миллиард раз больше диаметра орбиты земли простейший расчет показывает что видимое положение полярной звезды сместится примерно на тысячной доли угловой секунды или миллионной доли градуса даже в моей модели где расстояние до полярной всего в 500 раз больше орбиты смещение практически не видно тоже касается и собственного движения солнца и планет вместе с ним скорость солнца примерно 250 километров в секунду на фоне расстояния до полярной звезды это по-прежнему мизерная величина из-за этого смещения полярной на небе происходит со скоростью примерно пять сотых угловых секунды в год поэтому ни о каком хаосе в звездном небе и речи быть не может ну и вернемся еще раз к моей модели и поговорим о том почему полярной звездой в настоящий момент является именно альфа малой медведицы думаю большинство уже догадались на какую звезду будет направлена ось вращения земли то звезда и будет полярный например если ось вращения будет направлена так то полярный станет одна из звезд в созвездии кассиопии если наклонить ось на привычные 23 градуса то полярный будет наша альфа малой медведицы ну или звезда в созвездии большой медведицы или в созвездии рыси например думаю принцип вы поняли естественно все что я говорил про полярный в северном полушарии касается и южного полушария отличие только видимом направлении вращения ну и говоря про неразбериховый хаос наверное в представлении альтернативщиков это должно выглядеть так правда и вращение земли при этом должно быть примерно вот таким и при этом вообще не важно куда будет двигаться земля и напоследок пара уточнений строго говоря полярную или альфа малой медведицы мы все-таки видим не на одном месте она не находится точно в центре вращения небесной сферы посреди ярких и видимых невооруженным глазом звезд она самая близкая на данный момент отклонение от полюса меньше одного градуса почему на данный момент потому что ось вращения земли медленно отклоняется в пространстве со скоростью примерно пол градуса за столетие на полярная это лишь современное название звезды она появилась относительно недавно в шестнадцатом веке до этого еще с античных времен ее называли кино сура или аль рукаба и в те времена она не была полярной как таковой ее место занимал кахаб беты малой медведицы даже в те времена когда и дали современное название она была более чем в трех градусах от полюса вращения звездного неба в наши дни полярная состоит от центра вращения примерно 45 угловых минутах а минимальное расстояние примерно пол градуса будет следующем веке после чего звезда снова начнет удаляться от полюса вращения и тем не менее на ближайшие пару тысяч лет она останется ближайший к полюсу яркой звездой ну и подведем итог первое полярная звезда не движется в ночном небе потому что ось вращения земли все время направлены на нее собственно именно поэтому она и является полярной второе направление этой оси меняется очень медленно третье собственное движение земли по орбите и движения земли вместе с солнца в масштабах межзвездных расстояний это практически ничто периоде сотен или даже тысяч лет это движение практически не влияет на вид звездного неба очень надеюсь что моего объяснения будет достаточно и вопросов о полярной звезде больше не будет на На этом я прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.